Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Вчера я не спала практически всю ночь из-за того, что кто-то стучал ко мне в дверь, и... Если вы не в курсе всех событий, которые происходят, то обязательно посмотрите первое видео, которое я снимала для вас на эту тему. Прямо сейчас вылезла подсказочка, и чтобы вы понимали вообще, о чём будет идти речь в сегодняшнем видео, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Много всего поменялось за эти дни, и я очень много информации выкладывала в свой инстаграм, делилась с вами новостями, которые происходят в эфире, с вами говорила на тему вот этой всей необъяснимой херни, которая со мной происходит. Я только что приехала из больницы, вы все прекрасно знаете, что я болею, что мне ужасно плохо, и то, что даже сейчас, говоря на камеру, я не могу сосредоточиться из-за того, что у меня заложены уши. Моя мама высадила меня у дома и поехала за лекарствами, я даже не стала снимать косметику, сразу уселась на кровать и решила снять для вас это видео, потому что всё то, что происходит, это реально какой-то... какой-то капец. Так вот, вчера в кармане своей куртки я нашла очередную записку, где было написано, что осталось 9 дней. Очень долгое время я не могла поверить вообще в то, что происходит, потому что опять эти очередные записки, звуки, стуки, ощущение того, что рядом со мной кто-то прямо сейчас сидит или находится, ходит. Вот эти вот все мои бредовые мысли, как я себя накручиваю каждый день. Честно, я сразу вспомнила о фильме Звонок, осталось 7 дней, но до сих пор никак не могу понять, что означает эта записка, почему осталось именно 9 дней, может быть, я что-то сделала. И ещё самое главное, что я вам хотела сказать, вот этот аккаунт, с кем я переписывалась, user19216801, когда 01 я ещё нашла, помните, на обратной стороне записки, первую часть обязательно посмотрите. И вот эта прелесть в понедельник, 14 октября, написала мне ку-ку-тук-тук. Естественно, я не стала отвечать на это сообщение, потому что, во-первых, я хочу переписываться с этим аккаунтом только тогда, когда я снимаю ролики, потому что мне кажется, есть что-то неладное, и я обязательно должна всё это снимать. И ещё вчера мне пришли вот эти прекраснейшие сообщения. Что-то... Естественно, вот эта неладная херня, я уверена, связана со стуками, которые вчера были в моей квартире, и я сняла для вас небольшой фрагмент видео. Перед тем, как вы его посмотрите, обязательно знайте, что это был поздний вечер, я себя отвратительно чувствовала, сидела в своей комнате, моя сестра в это время ночевала у подруги, а моя мама сидела в зале. И когда я услышала странные стуки в мою комнату, как только я вышла к своей маме и спросила, что происходит, она мне сказала, что она ничего не слышала. Мама! Это ты стучишь? Что за бред? У меня стуки продолжаются уже около 10 минут. Никто не стучит. Может, у тебя в ушах стучит? Просто у тебя один стучит. Ты не стучала? У-у-у. И вот тут вот реально у меня началась паника, я не могла уснуть, я чувствовала себя отвратительно, у меня заложило уши настолько сильно, что я боялась, что вдруг происходят какие-то звуки, а я их вовсе не слышу. На утро я выложила историю, и ребята начали сразу задавать вопросы, Карин, а почему ты лежишь не в своей комнате, что случилось? Потому что постоянно, когда я выкладываю утром бумеранги, я, ну, как бы в своей комнате. А той ночью я просто спала с мамой в ее комнате, потому что мне было настолько страшно, ребята, насколько вы даже представить себе не можете, я слышу вот эти тупые звуки. И мне кажется, что это просто какая-то тупая эстафета, и многие зрители писали под последним моим видео, то, что вдруг эта девочка, которая поделилась с тобой историей, просто передала эстафету, и с ней больше всего этого не происходит. Так, конечно, ребят, когда я пыталась найти ее аккаунт, я поняла, что все, он удален, она поделилась со мной этой историей, и все, аккаунта больше нет. Что мне остается думать? Естественно, ребят, я начала себя накручивать настолько сильно, что я чуть просто не сошла с ума, я клянусь. Соответственно, эта девочка поделилась со мной историей, и со мной начали происходить эти странные вещи. Получается, если я с кем-то поделюсь своей вот этой ситуацией, то с тем человеком, которому я ее расскажу, тоже начнет происходить какая-то херня. Но еще, что я вам хочу сказать, мои дорогие. С моим парнем тоже происходит какой-то бред. Сейчас я вам хочу прочитать переписку, которая была уже вечером после той ситуации, когда ко мне стучали в дверь. Карин, тут срочно? Да, что? Сейчас какая-то жесть была, я даже не знаю, как сказать. Какая? Не пугай. Все ок, вроде. Короче, сейчас сидел, и кто-то начал в дверь долбить. Я такая, бля, я реально не поняла, что за бред. Типа, знаешь, не стучать, а прям долбись. Я аж подскочил, я подумал, адрес спалили. Ты вышел, посмотрел, что это было? Вышел в падик, да. Слышал, короче, что лифт закрывается. Я по лестнице вниз слетел быстро, и там лифт приехал пустой, тип никого не было. Я реально была в шоке, когда мне Андрей начал все это писать. Пришел в квартиру, а дверь была открыта. Хотя я закрывал, но не запирал ее. Я просто в ступоре сижу и не знаю даже, что ему ответить. Все-таки на время я решила немножечко переместиться и собралась силами. Решила написать на этот чудесный аккаунт user19216801. Мне кажется, опять сейчас будет происходить какой-то бред, но все-таки нужно попробовать, потому что с этого аккаунта мне приходили странные сообщения, как я вам уже говорила. Ку-ку, тук-тук, что-то стучит и так далее. В моей квартире происходит бред. Поэтому прямо сейчас я напишу, почему именно я. Такого неожиданного возвращения я реально не ждала. Просмотрено. Я так и знала, что этот аккаунт может ответить мне быстро, а до тебя не доходит. Я не понимаю, может быть мне реально нужно что-то сделать, чтобы от меня отстали. Хочу просто испортить тебе жизнь. Я не представляю, что можно ответить, ребят, сейчас на это сообщение. И кто скрывается за этим аккаунтом. И почему в моей квартире происходит такая херня. За что? Сейчас напишут мне, что за да просто устроило, боже мой. Просто тупо вопросами засыпаю. Помнишь, что ты сделала со мной? Если этот аккаунт выставляет себя за МОМО, то с МОМО я ничего такого не делала. Не считая сериальчика небольшого, который я снимала, где я сделала куколку из МОМО и потом я расхерачивала просто в клипе. Сняла видео. Много кто так делал. Ну реально, все блогеры снимали про МОМО. Переписывали с этим непонятным существом. Неужели среди всех этих блогеров вот этот прекрасный аккаунт решил выбрать именно меня? Да, ты скоро узнаешь. Что? Это еще не конец, так что не расслабляйся. Подумай, почему ты болеешь уже третий раз. Я не верю. Я реально не верю. Не верь, жди сигнала. Ты его точно получишь. Ребят, я вообще не представляю, что за бред. До встречи и оглядывайся по сторонам. Ну что ж, да, вот такая вот херня происходит. Сейчас я хочу переместиться на ваш любимый красный фон и прочитать огромное длинное сообщение от моей подписчицы, которая, во-первых, поделилась историей, своей историей, которая очень похожа на мою, и поделилась своими советами, после которых я реально начала думать, что все это эстафета. Что в первом видео та девочка, которая описала мне все от и до, которая потом удалила аккаунт, не хотела просто поделиться со мной этой историей. То, что с ней сейчас ничего не происходит, и это все испытываю теперь я. Подписчицу, которая поделилась со мной этой историей, зовут Юля. И сейчас я вам прочитаю этот трэш. Карина, привет! Я смотрела твое видео и решила поделиться с тобой своим мнением. Мне кажется, эта девочка просто передала тебе эстафету, чтобы ее никто не мучил. Как раз таки мне кажется, ребят, что так и есть. Мы почти подходим с вами к самой разгадке. Около года назад со мной произошла подобная ситуация. На мой день рождения родители подарили мне новый телефон и большой букет цветов. Внутри букета лежала открытка, в которой было написано «Это конец». Я, естественно, подошла к маме и спросила, почему мне написали это в открытке, на что она мне сказала, что она ничего не знает, никакой открытки в букете не должно было быть. После этого в моей квартире происходили очень странные вещи. Маме начали сниться ужасные сны, в которых я постоянно умирала. Я каждый день чувствовала чьё-то присутствие рядом и не понимала, как мне поступать. Мама считала, что я прикалываюсь и ни в коем случае не хотела верить мне. На утро одного из этих ужасных дней я проснулась с огромным синяком на руке, хотя я нигде не ударялась. Короче, продолжалось это до того момента, пока я не рассказала в подробностях всю эту историю своей подруге. А ей же ровно через неделю прислился сон, где какое-то непонятное существо в её комнате показывало на какую-то книгу у неё в ящике. Ради интереса на утро она открыла эту книгу и увидела там записку с надписью «Поиграем?». Это очень, ребят, похоже на ситуацию со мной, потому что меня тоже преследуют странные сны. И записки, которые я регулярно получаю, может быть, это какое-то новое проклятие, какое-то существо возвращается наподобие Момо, или это есть Момо. Я реально не понимаю, и мне очень нужен ваш совет, я продолжаю читать. И теперь эта херня происходит с моей подругой. Мне очень страшно, и я реально не знаю, что будет с человеком, который дотерпит до конца, никому ни о чём не говоря. Я не знаю что там и как с моей подругой, мы с ней поссорились недавно, и она мне ничего не рассказывала. «Карина, будь очень внимательна и аккуратна, мне страшно». Я не знаю, что мне делать, ребят, мне очень страшно, и я действительно нуждаюсь в ваших советах. Это самый настоящий трэш. Я действительно не думала, что такое дойдёт и до меня, что те ролики, которые я снимала, как-то навредят этому существу, с которым я сейчас якобы общаюсь, которая мне пишет, записки, которые я получаю. Всё это странно, непонятно, и всё это нужно разгадывать, во всё это нужно вникать, действительно разбираться. Я обещаю вам, что буду держать вас в курсе всех событий. Для этого обязательно, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ник вы сейчас видите вот тут вот, внизу. Это очень важно. По ссылочке ниже в описании вы тоже можете подписаться. Подписывайтесь на мой канал. Я буду держать вас в курсе всех событий. Я надеюсь на вашу поддержку. С вами была Карина. Извиняюсь, кстати, за то, что в прошлом видео на подобную тему был такой прерванный конец. Я даже с вами не попрощалась, потому что я реально не понимаю, что происходит. В инстаграме буду рассказывать вам, что и как. Я вас всех очень люблю. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что все разгадки, всё встанет на свои места. Я очень волнуюсь. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.